Почему россияне агрессивны даже друг к другу? Как Кремль уничтожает историю язык этнических народов России? И что должно произойти, чтобы российский народ вышел на митинги? Об этом поговорим с политтехнологом Аббасом Галямовым. Я очень длительное время ловил себя на самом деле на мысли, что мне лично общение с какой-то определенной категорией россиян-москвичей было неприятным, потому что я чувствовал какое-то превосходство автоматическое, знаете, по праву рождения, которое сквозило буквально в каждой фразе вот это превосходство и легкое понебратство, ну вот такое отношение к младшему и не очень умному брату. При этом при всем мы видим сейчас откровенно, что там уверенность россиян в том, что они самые добрые, самые справедливые, самые сильные, самые русские, это вот на уровне чуть ли не скрепы. А ощущение, и когда ты говоришь, что это не так на самом деле, это вызывает какую-то откровенную ненависть. Это какие-то личные мои штуки? Или действительно можно сказать, что что-то такое приблизительно есть? Не, ну проблема-то, конечно, есть. То есть, во-первых, проблема центра, да, вот столицы вообще везде по отношению к провинции относятся, значит, ну с чувством такого превосходства, да. Тут очень важно, чтобы такие вот бытовые штуки не конвертировались в политическую позицию, не становились, значит, ну не приобретали политическое звучание, не становились политическим фактором. И в этом смысле французы с этой проблемой справились, значит, шведы с финами справились, да. То есть, это все такой бытовой характер носит. Вот, и в России бы это тоже носило бы такой же бытовой характер, значит, но, видите, Путин решил на этом ехать. Да. Да, и в этом, почему Путин и является таким вот источником зла в чистом виде. Я уже неоднократно говорил, что, как и в любом человеке, в любом народе есть что-то от Бога, так сказать, что-то от дьявола, да, ну так метафорически выражаясь. Есть и хорошие характеристики, есть и плохие. И нормальная политическая система, нормальный политический лидер, он должен всячески способствовать тому, чтобы вот первые максимально, так сказать, раскрывались и максимально вот выводились в общественное политическое пространство. А все плохие, значит, вот под спудом, чтобы они были, да, чтобы их проявление было не комильфо. И, например, при Ельцине, ну так и было, да, пытались вот это вот, значит, великодержавное химанство, так сказать, придавить. А Путин решил, что, ну, это хорошая лошадь, на ней надо ехать, ну, как Гитлер когда-то, да. Вы послушайте сторонников Путина, которые за него собираются голосовать. А они буквально все, ну, а кто еще? Ну, то есть, в принципе, они считают нормально, строго говоря, если вдуматься, это ж позорище вообще. В 150-миллионной стране никого больше нет. Да. Вот один только Путин, а все остальные бездари какие-то получаются. Да, то есть, это на самом деле такое позорище. Вот, но особенность как раз вот этих авторитарных систем тем, что в том заключается, что они очень ограничивают свободу дискуссии, они не позволяют задавать следующий вопрос, да, с помощью репрессивного аппарата. Поэтому вот сказать, что, ну, а кто еще, кроме Путина, это Камильфо, а спросить, а что дальше? А вот следующий шаг сделать, который я сделал, да, в будущем безопасности в Израиле. Вот, там в России это уже чревато, да, это уже, значит, ты... Ты с чего голоса поешь-то, значит, а ну-ка сейчас займемся тобой, да. Да, и поэтому, в общем, ну, вот в России, к сожалению, вот это великодержавное чуанство, оно, конечно, сейчас на поверхности, оно является проблемой. Но, строго говоря, это не является такой нерешаемой проблемой, значит, после того, как режим рухнет, он дискредитирует, вот, собственно говоря, и эту штуку тоже. Он много чего дискредитирует. Соответственно, Путин, который когда-то там ассоциировался с победами и успехами, он теперь ассоциируется с конечным поражением. Вот поражение все более очевидно, да. И, соответственно, Путин идет вот к тому же пути, по которому когда-то прошел Гитлер. Это такая вот то, что называется дискредитация идей через ее носителя. То есть носитель себя дискредитирует поражением, а заодно дискредитируется вся эта идея. Я просто не вижу в российском обществе сейчас какой-то эмпатичности. Я больше вижу какую-то агрессию по отношению друг к другу в соцсетях, в комментариях. По отношению к украинцам, понятно, агрессия так. А по отношению друг к другу. Регионы не любят Москву и москвичей, не особо любят. Там то, что происходит в Челябинске, белгородец никогда не будет сопереживать Челябинцу по поводу того, что там где-то в Челябинске или в Красноярске топят до сих пор в основном жилой фонд дровами, поэтому и углем, поэтому там типа смог висит. А, соответственно говоря, красноярец и Челябинец, он не будет особо сопереживать белгородцу, даже глядя на вот такие штуки. Потому что он думает, а блин, где я, а где Белгород? До меня точно не долетит. И вот эта вот штука на самом деле, вот это вот отсутствие эмпатичности и такая достаточно, ну, агрессия бытовая по отношению друг к другу среди многих групп россиян, да, она может быть катализатором того, о чем вы говорите, когда не нужно оккупировать, нужно просто ощущение поражения, и тогда появится вот это, и тогда начнет вот это вот срабатывать между собой. На самом деле, россияне настолько устали от агрессии, что запрос на агрессию есть только в маргинальных группах. Это реальное меньшинство. Просто административный аппарат так выстроил сейчас, значит, ну, политическую поляну, вот так, так выдрессировал, отмуштровал, значит, организовал, что эти маргиналы, они на поверхности. Вот, это знаете, как океан во время шторма, известно же, что вот на поверхности там штормит, там корабли там в щепки ломают, да, а опускаешься на там пару метров вниз, и там вообще тишина абсолютно. Вот, поэтому люди на самом деле очень устали от этой истерики, от агрессивности, колоссальный запрос на нормализацию, нормальный, спокойный разговор. Он совершенно очевидно просматривался где-то вот по мере падения путинских рейтингов и усиления протестных настроений, где-то вот, значит, ну, там после 2018 года, условно говоря, и до начала СВО, он совершенно отчетливо вот прям в соцопросах ты его видел, да, то есть даже критики власти, они, в принципе, были настроены достаточно, ну, то есть не агрессивно, да, и сторонники власти в отношении оппозиции были настроены не очень агрессивно. Почему? Как только репрессии раскручивались, рейтинги Путина начинали идти вниз. Ну, вот в момент, когда пик протеста, да, и власть с ним борется, его прессуют там, и репрессии, в этот момент рейтинги не падали. Но как только, ну, шла борьба, да, как это все видели. Но как только вот протест стихал, а власть продолжала репрессии, условно говоря, это вот очень заметно лето 2020 года, значит, когда уже протесты, связанные с арестом Навального, схлынули, ну, их подавили, а власти продолжали там уголовные дела, людей разыскивали с помощью камер видеонаблюдения, то есть ты, условно говоря, в апреле там выходил на митинг, да, тебя в июле там находят и арестовывают, там вот камеры там отсматривают, да, вот, и возбуждают против тебя уголовное дело. И все, и после этого, и вот в этот момент там летом очень сильно путинский рейтинг, по-моему, одобрение деятельности за три месяца где-то на 7% пунктов упал. Ну, плюс-минус один точник, 7 или 6 или 8, там где-то так. Значит, ну, такое заметное падение, вот. Это как раз связано с тем, что вот у людей запроса на это нет, да, у основной массы населения, вот, знаете, как говорят, бывает время собирать камни, бывает время разбрасывать камни. Вот в чем противоречие, важнейшее противоречие сейчас между российскими властями и российским обществом, потому что оно вот стилистическое, это не просто там, потому что яйца дорогие там, да, или там вы войну ведете. Это тоже, но если копнуть еще глубже, вот, просто на уровне стиля противоречия, то есть власть хочет продолжать разбрасывать камни, а люди хотят эти камни собирать, поэтому такой всплеск спроса на Дунцова случился, да, потому что она такая нормальная, простая, провинциальная такая вот, спокойная, да, без истерики, без крики, без быкования, вот, и поэтому такой всплеск интереса к ней, и поэтому сразу же ее и зарубили на дальних подступах, понимая, ну, то есть Кремль понял, какой у нее потенциал. Потому что, а если она так же вот нормальным тоном, без истерики, спокойно будет говорить о том, что она против войны, и вообще хватит дурака валять, ну, давайте, наконец, нормальную жизнь наложит, а за нее вообще большинство пойдет и проголосует реально, наплюет на этого великого геополитика, так сказать, вот, потому что не отвечает вот проводимый им курс вот этим вот отчаянием народным. Кремль, кстати, это хорошо понимает, вот, значит, я обратил внимание, насколько грамотно Путин провел вот эту прямую линию, значит, четырехчасовую декабрьскую, я уж не знаю, как так, то ли они его какими-то транквилизаторами накачали, а, не знаю, то ли он медитировал долго перед этим, уж, ну, все хорошо и все спокойно? Ну, он очень был спокойн, расслаблен, дружелюбен, даже когда говорил о врагах, там, ну, это выглядело так, что, ну, вот, на меня кидаются, так сказать, я так нехотя, вынужден там, так сказать, отбиваться, ну, как только появится возможность, я сразу-сразу все, мы тут же мирно будем жить, мы же ничего такого никому не... То есть все остальные, вся пропаганда российская такая, вся государственная машина пышет просто злобой. Злобой. Да. Такой-то, такой вот прям... Такой вот прямо... Да-да, вот прям медведя там того же почитаешь, значит, волосы дымом встают, ну, вот прям запах серый такой, в ноздри бьет из всего этого, да, из такой адский какой-то, да. И такой Путин вообще на этом фоне, такой добродушный, флегматичный такой, совершенно неиндоктринированный. Все кричат там, да плевать на этот запад, разворачиваемся на восток. А Путин то же самое вроде по содержанию говорит, но форма совсем другая. Да, мы разворачиваемся на восток, но потому что там рынки, там экономический рост, там есть спрос на нашу продукцию, но это же выгодно в конце концов. Ну, то есть, понимаете, не пытается какое-то придать этому там идеологическое какое-то идейное содержание, да. А нет, это абсолютно прагматично там, ну, вот делаем, потому что выгодно. Ну, что ж, nothing personal, just business. И, значит, Путин, ну, то есть, я это, к чему? Потому что они на самом деле это тоже там уже понимают, но просто вся конструкция военная же держится на вот этих условных семи, восьми. Ну, некоторые считают, что этих людей больше там до пятнадцати, некоторые называют, но я считаю, что их 7-8 процентов. Ну, давайте возьмем вот от восьми там до пятнадцатой, да. Ну, это все равно заведомое меньшинство. Вот вся военная конструкция, строго говоря, держится на этих восьми терапятнадцати процентов психов, да. И поэтому полностью сбавить обороты, так сказать, до их уровня, до уровня там, который хочет простой обыватель, нельзя, потому что на обывателя-то ты все равно не положишься. А с ним каши-то не сваришь, он на фронт не пойдет, он, значит, ну, в лучшем случае налоги заплатят и все, больше ничего не получится. А еще голосовать неизвестно за кого будет. Вот. А этих хоть мало, но опираясь на них, ты можешь как бы вот творить то, что ты творишь, и при этом делать вид, что ты как бы от имени народа выступаешь, да. То есть у тебя там не только психованный медведев, значит, и чокнутый ковальчук, значит, который там лекции читает. А, значит, нет, и вся эта там куча этих телеграммеров, которые, значит, тоже вот пишут ненавистью там. И вот, значит, поэтому, ну, просто сбавить градус до желаемого нельзя, а с другой стороны, ну, сейчас же выборы приближаются, не обращать внимания на настроение этих людей тоже нельзя. Вот. И в этом сложность, на самом деле. И в этом, по поводу этого очень серьезный внутренний конфликт там, да, потому что, ну, политтехнологи, понимая, что Путину нужно большинство голосов, говорят, не надо ставить тему своего в центр повестки, надо ее потихонечку в сторону выводить за скобки, потому что не пользуется популярностью тема. Значит, а, но если это сделать, то те сразу взводят, мы там кровь проливаем отечество защищаем, а вы нас на периферии повестки, а вы делаете вид, что у нас не существует. А что потом? Будете нам, как эти советские чиновники говорили, значит, равнодушные там, говорили этим несчастным афганцам, вернувшихся, значит, без рук, без ног. Я тебя туда не отправлял. До этого, что ли, докатимся там, да? Ну, то есть, их тоже нельзя обескураживать, вот. И поэтому они мечутся, вот. И пытаются... Они сидят между двумя стульями, причем проблема в том, что эти стулья разъезжаются. И долго сидали еще не хватит на обоих сидеть. Вот. Ну, им вот два с полной месяца осталось, продержаться надо, да. Потом-то можно на остальных граждан наплевать. Вот. И, ну, строго говоря, я думаю, они сейчас на это и рассчитывают. Ну, ладно. Мы сейчас еще давайте пару месяцев потерпим, попритворяемся нормальными, а потом как дадим. Потому что надо на самом деле понимать, что есть и вторая составляющая. Ну, они сами себя накрутили. Ну, помимо двух групп населения, да, на которые меньшинство и большинство, между которыми они мечут. Есть еще и собственные желания, они же великие. А собственные желания, конечно, большинство из них такие миролюбивые, но они не могут это себе позволить показать. Потому что сам Путин и ближайшие окружения типа Патрушева, они такие слегка чокнулись. Вот. И они тоже там, им везде враг мерещится. И поэтому, если хочешь выглядеть, значит, рядом с ними адекватно, ну, ты, значит, тоже должен с выпученными глазами бегать врагов искать. Поэтому даже Нарышкин уж вообще, ну, поверьте, ну, более смирного, интеллигентного человека там поискать надо вообще. Смиреннейший Нарышкин даже, да, помните, как он испугался, когда выяснил, что война будет? Да. Вот. Даже он вот вылез вчера, значит, с заявлением, что американцы, значит, будут дестабилизировать выборы через активизируя сети людей, которые, значит, участвовали в американских там программах по обмену когда-то. Ну, надо понимать, на протяжении, на протяжении там всех этих лет, на самом деле, ну, американцы организовали какие-то программы, и люди куда-то ездили. Вот. Это абсолютный бред, что там, значит, ну, то есть, конечно, формально ты можешь сказать, а, раз они тебя пригласили, ты туда ездил, они тебя там точно завербовали, и, скорее всего, сейчас тебе дадут задание, и ты начнешь что-то дестабилизировать. Вот. Ну, я знаю, что это бред, хотя потому, что, значит, я сам в одной такой программе участвовал в 99-м году, и ездил, и никто меня не завербовал, и никто из тех, значит, с кем я тогда общался, после этого ни разу на меня не выходил, и я с ним никогда не общался, ну, то есть, вообще вот, ну, забылась эта история напрочь. Если бы Нарышкин про это не сказал, я бы и не вспомнил, что я тоже участник такой программы. Ну, есть еще вот этот фактор, конечно, обычная такая сервильность российского эстеблишмента, российского госаппарата, который видит спрос, да, и он этот спрос пытается удовлетворять. Так что есть и вот такой фактор. Ну, кстати, да, так и хочется оба сказать, Павел Петрович, вы шпион? Видишь ли, Юра. Да-да. Так вот. Но, кстати, шпиономания – это тоже такая совершенно замечательная штука, которая психологически поднимает уровень подозрительности и в какой-то степени агрессии в обществе. Но есть еще одна, на самом деле, есть еще один повод, исконный повод, как мне кажется, для агрессии, которая всегда была, которая всегда останется. И вот Толстой, по-моему, да, Давид Чап сказал, да, точно Толстой, о том, что слово «россияне» нужно отменять, а все народы страны называть русскими, включая чеченцев, татар, казахов, ингушей и прочих. Такая удивительная абсолютная инициатива, как мне кажется, не способствующая увеличению спокойствия в российском обществе. То есть это вообще реально вот просто взяли сами себе в ногу, выстрелили, на ровном месте вообще, ничего не предвещало. Ну вот Черномырин прям замечательно сказал, не надо чесать там, где не чешется. Нет, вот лезут и чешутся. Просто, ну, это было давно, это где-то смесь, но вот он это сказал, и надо отдать должное. После этого его заткнули, его нигде не видно, не слышно после этого, и эту тему никто больше не поднимает. То есть Кремль не понимает, на самом деле, что это. То есть он, конечно, не там и... Ну, Толстой вообще человек ограничен. Чего он говорящая голова была, а потом взяли, ну, чем-то... Ну, то есть просто диктор, знаете, зачитывал чужие тексты. А зачем-то его взяли там... Кему, что он Володину понравился, я не знаю, но вот вытащили и раздули из него там... Он, в принципе, это его творчество, или это он... Да, я думаю, что да. Поскольку он пришел из мира, так сказать, пропаганды, хотя, повторюсь, он всего лишь чужие мысли озвучивал, но он же в глазах всех остальных, такой искушенный в этом смысле, он любого перекует, он любого убедит, он же пропагандист со стажем. Вот. Кто-то там из бизнеса пришел, кто-то там из Ацахи, да, там в Госдуму, а этот вот он с телеграмма. Мастер слова и идеи. Ну, поэтому... Ну, конечно, мастер художественного слова. И он себя так воспринимает, и поэтому он не может просто так молчать. Это вот беда этих телепропагандистов. Попов, телепропагандисты, которые становятся политиками, да, они очень часто делают то, что не нужно, просто потому что не могут смолчать. А вот другой человек смолчал, а они не могут, потому что... А, ну, а как я смолчу? Я же... Ну, то есть это как бы вот... Ну, это как боксеру проиграть в драке. Да, да, да. Заполнить парню. Нельзя молчать в кадре, да, да, да. Это можно. Ну, вот. И, соответственно, вот он несет время от времени. Поскольку сам, ну, интеллектуальный его потенциал-то не очень большой. Да. И вот его несет, он какую-то глупость говорит. Потому что, конечно, ну, это... Ведь это реальная проблема. Значит, большое число представителей этнической интеллигенции, там, башкирские, татарские, чувашские, якутские и так далее, они и без того реально озабочены сверхцентрализацией, озабочены доминированием вот этого имперского начала, озабочены тем, что, ну, например, в семнадцатом году, ну, плюс-минус год, по-моему, семнадцатый год, это вот как Кириенко пришел, тоже дурака свалял. Взяли, они зачем-то, вот полезли часа, где не чешется, отменили обязательное преподавание, значит, национальных языков в национальных школах. Да, и по сути продемонстрировали, но в регионах это так восприняли, как то, что наши языки объявили языками второго сорта. Вот русский обязательный для преподавания, а татарский и башкирский теперь нет. Вот до этого в Татарстане, в Башкортостане, в национальных республиках, начиная с девяностых годов, в рамках возрождения, так сказать, да, вот этничности, значит, эти предметы стали обязательными для преподавания. Там немного часов, условно говоря, там, один-два часа в неделю, там, да, башкирский или татарский язык. Вот, ну, то есть русского гораздо больше. Все знают, что ЕГЭ сдается по-русскому, да, а не по-татарскому, не по-башкирскому. Поэтому это достаточно формальная штука, но, тем не менее, формально они равны. Вот, и Кириенко зачем-то, ну, понятно, зачем у него там комплексы были перед этими национальными республиками с начала двухтысячных, когда он был полупредом президента в ПФО и приводил в соответствие эти законодательства регионов, значит, в соответствии с Российской Конституцией. Был такой процесс, вот, который Путин инициировал, и Кириенко им занимался, а лидеры национальных республик, особенно вот Шаймиев и Рахимов, ну, они Кириенко вообще игнорировали, он для них там пустой звук был, да, они напрямую с Кремлем общались, я это хорошо знаю, потому что я тогда работал в Башкирии, и как раз этим самым процессом занимался. И я сам ходил к Кириенко и так далее, общался там, обсуждали мы это все. Вот, а Кириенко, как бы он хотел в эту тему влезть, а эти его, кстати, и у него, а он злопамятный же, конечно, и у него вот это вот там накопилось злость, да, и тут он дорвал, значит, и решил, стал куратором внутренней политики, и решил, значит, отомстить. Ну, конечно, нельзя личные счеты сводить, так сказать, за счет работы такой, да, то есть он, по сути, Путина подставил, на самом деле, вот, а тот не разобрался тоже, ну, давай, делай где-то, дуй до горы, к тому же, ну, это же отвечает, оксиму, тренду на централизацию, которую производят, ну, и в итоге они реально взорвали общественное мнение тогда, понятно, что в виде уличного протеста это не вырвалось, хотя, ну, где-то были, ну, в Чувашии, например, один пожилой профессор, по-моему, в Чувашии, могу ошибаться, ну, по-моему, в Чувашии, или в Удмурте, что ли, ну, в общем, пожилой преподаватель университета местного покончил жизнь с самосожжением публично, вот, вышел на площадь и себя сжег в знак протеста против, вот, уничтожения национального языка, и, значит, ну, понятно, что в условиях репрессивного режима на улицу народ не вышел, но обиды-то там, накопилось, да, потом в Татарстане взяли, отменили, там, значит, сначала в Башкортостане, потом в Татарстане отменили, значит, название президента для местного руководителя, вот Путин один должен быть президентом, тоже бред, почему, вот, ну, и, значит, в итоге тоже страшно обидели вот национальные элиты, вот эти обиды, они копятся, слушайте, ну, то, что сейчас не взорвалось, это не значит, что завтра не взорвется, да, вот, когда, когда Советский Союз стал разваливаться, значит, в конце 80-х, в начале 90-х, вдруг выяснилось, что там чеченцы, условно говоря, помнят события 44-го года там, да, украинцы очень хорошо все помнят, да, 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 вот, да, вот, выяснилось, что десятилетиями эта память, оказывается, складируется, копится, и над какими кретинами надо быть, чтобы снова начать это делать, то есть они же реально бомбу под основание России закладывают, не ЦРУ никакой, они сами, толстой вот этот, кто его за язык тянул, ведь это все восприняли как, о, ну все, нас русифицировать будут окончательно, вот, как когда-то русификация, которая проводилась во второй половине 19-го века и в начале 20-го века взорвала Российскую империю, да, после революции, точно так же, значит, произошло вот в 91-м, и опять они туда же идут, вот, то есть на те же самые грабли наступают, просто гиву даешься просто с удивительным, ничему истории не учат. Ну, да, история-то вроде бы не учат, но, знаете, вот, по-моему, у Толстого, кстати, это может быть еще и элементом того, что внутреннее прорвалось, внутреннее прорвалось наружу, да, ну, не секрет же на самом деле, что вот там, типа, хохлы, чурки, бла-бла-бла, вот это вот все, оно есть где-то в глубине подспудно, ну, практически в очень широких ширнормассах, да, в российских, и вот это вот, кстати, откуда тоже, да, то есть вот какая-то такая агрессия, потому что, слушайте, я видел видео огромных каких-то бабушек, божих одуванчиков, которые смотрите, да, в принципе, это же свойственно архаики, да, там, всегда us versus them, мы против них, всегда есть мы и они, это только для человека модерна, значит, современного человека, даже уже постмодерна, вот он уходит от этой архаики, да, он на самом деле перестает противопоставлять себя кому-то не было, вот, а Путин, он погружает страну в архаику, ну, то есть Россия, так, россияне, ну, поскольку они не жили долго при нормальной полноценной демократии, не наслаждались качественной жизнью, которой наслаждались на протяжении десятилетий страны Запада, которые могли себе позволить, так сказать, расслабиться, да, там, перестать ненавидеть, когда не надо там за кусок хлеба в глотку там вцепляться соседу, да, когда, в принципе, всем хватает и можно поделиться там, да, вот, ну, то есть ты уже начинаешь думать о прекрасном, не только о хлебе насущном, вот, ну, то есть мир перестает быть жестоким. Вот россияне в таких условиях почти не жили, поэтому понятно, что в них этой архаики гораздо больше, к тому же авторитаризм, тем более тоталитарный стран, всегда способствует возрождению вот этой конфронтации, везде поиск врага, да, кого-то ненавидишь, и поэтому еще раз, вот, смотрите, я, то, с чего мы начали, нормальные политические системы занимаются тем, что подавляют вот эту архаику все негативное, что есть в людях, а оно всегда есть, вот, и пытаются вытащить хорошее. А Путин на протяжении 25 лет занимался ровно противоположным, понимаете? Он выискивал врага, создавал образ врага, поощрял агрессию, вот, подавлял, так сказать, все противоположные импульсы, характера импульсы, да, и в итоге чего уж удивляться, что вот, ну, люди такие. Ну, вот есть интересный пример, на самом деле, вот, хорошо, же вы упомянули о том, что он берет врагов и называет врагами, есть же чечены, есть же чеченцы, которые такое-то время, образ чеченцев, как образ врага, активно очень развивался, а потом произошел вот такой вот категорический, категорическая смена всего этого дела. И сейчас-то чеченцы уже не враги, чеченцы уже верные, верные янычары. На самом деле, ну, это вот в глазах Путина не враги, российские элиты их боятся и ненавидят, все это Z-сообщество, почитайте, что они про Кадырова там пишут, вот, они его ненавидят и боятся, вот, и когда Пригожин начал там с Кадыровым на языке силы разговаривать, там все аплодировали, все влюбили Пригожина вот в российском эстеблишменте, в первую очередь за это, хотя, в принципе, и Пригожина тоже боялись, вот, значит, поэтому, в принципе, вот то, что вот подмена произошла, значит, ну, по крайней мере, в официальном дискурсе, да, значит, ну, это классика на самом деле, вот, психоанализ, то есть берешь Фрейда, читаешь вот замещение объекта, то есть есть определенный объем ненависти, и можно сменить, значит, объект и направить ее на другой какой-нибудь, то есть первично сама по всей ненависти, а объекты можно менять не случайно, значит, Карл Радек говорил, что самые лучшие коммунисты, получается, из там, бывших немецких, ну, про Германию рассуждал, значит, этих... Националистов. Нацисты, националисты, да, вот, ровная речь об этом ушла, то есть можно объяснить, что нет, ты ошибался, на самом деле твой враг не этот, а он тот, вот, а если человек приучен в целом видеть мир вот в таких тонах, значит, что где-то есть враг, значит, и надо обязательно там от него обороняться, ну, так это и будет происходить. Но есть одна позитивная ненависть, позитивная для, возможно, даже для России в целом, это ненависть к власти мужчин, ненависть, а вот ненависть есть, не любовь к власти мужчин, чиновников, а агрессии на самом деле, ну, я пока не вижу, ну, или просто потому, что я не вижу, если она, это агрессия, если она, это ненависть. Вообще, как делается российская политика? Вот есть две матрицы, можно их так назвать, две картины мира, в рамках которых, ну, они между собой, они в головах у одного тоже человека сидят, но они между собой вообще не связаны. Вот когда доминирует внешняя повестка, то там, значит, власть, она хорошая, она патриотичная, она сильная, она защищает нас от врагов, а оппозиция – это сборище национал предателей. А когда доминирует внутренняя повестка, то там прямо инверсия происходит, все наоборот. Значит, власть коррумпированная, равнодушная к нужным простых людей, озабоченная только собственным обогащением, да, то есть это очень негативно воспринимаемая группа. А оппозиция, наоборот, это скорее такие активные граждане, которые, ну, там, отстаивают интересы общества, и поэтому они молодцы. То есть прямо вот, понимаете, инверсия происходит, черное меняется на белое. Собственно, вся российская политика крутится вокруг, это борьба за повестку. Вот Путин начал войну для того, чтобы сменить повестку, радикально сменить повестку, потому что вот та повестка, которая доминировала, значит, с 2018 года, значит, когда людям просто надоело бесконечно заниматься там международными отношениями внешней политики, люди перестали за ними следить, вот. И все, и тут же рейтинги пошли вниз у власти, и протестные настроения стали усиливаться. Вот, когда вдруг люди поняли, что вот доплевать, что там на Донбассе, значит, и в Америке, вот. У нас свои, у самих заборы покосились. И, значит, и все, и рейтинги вниз, и в этом проблема, и оскоряйте выборы 24-го года. И непонятно, что сделать. И Путин вот решил, значит, дай-ка я сейчас опять внешнюю повестку навяжу, думал, сейчас как Крым 2014 год, хотел повторить. Сейчас возможно ли что-то, что опять вернет эту повестку назад? Что опять, ну, что должно произойти для того, чтобы пошли сжечь райадминистрации и прочее такое? Ну, вот, короче, вызвать. Нет, сжечь не будут, будет мирный протест. Вот. Значит, ну, во-первых, все в эту сторону идет. Тема ИСО постепенно надоедает, приедается. Поэтому, если не будет эскалации, если будет там такая затянувшаяся окопная война, то будет происходить вот ровно это. Значит, все будет, ну, двигаться в противоположном от Путина, так сказать, направлении. То есть, люди все чаще будут возвращаться к теме, там, условно говоря, замерзающих городов, падающих, растущих цен на яйца. Вот. И все меньше думать о внешних врагах, там, украфашистов и, там, НАТО. Вот. И у Путина в этой связи будет проблема. Ну, а если боевые действия прекратятся совсем? Ну, вот этот прямой путь туда. Вот. Значит, поэтому, ну, Путину, строго говоря, ну, у него тупик, на самом деле. Ну, то есть, единственное, что его могло спасти, это победа. Да, но победой не пахнет. А вот так и прекращать войну без победы нельзя, и затягивать ее до бесконечности. Ну, вот закончишь, как Николай Второй, тоже повоевать решил, значит. И за три года, с 14 по 17, настроения же радикально изменились. В 14 году все шли на войну с песнями патриотическими, с портретами, так сказать, государя-императора. Вот. А в 17 году его же и сверкли. Единственную победу, которую может увидеть Путин, так это победу российского народа над ним самим, а возможно, и публичную казнь на Красной площади. Как говорится, от любви до ненависти один шаг.